Девчонки, всем приветик! Вы попали на мой канал, меня зовут Полина. Ну а в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать свою историю первых месячных. У меня есть такое видео на канале, я его снимала примерно год назад, когда только начала вести этот канал, но там я всё рассказала поверхностно и не учла какие-то темы, допустим, когда я узнала, что такое месячные, или же кто мне рассказал о месячных. В этом видео я немножечко интерпретирую свою историю, добавлю некоторые темы, другие, которые я не учла в том видео. Надеюсь, вам это видео также понравится, поэтому не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну а мы начинаем! Ну и давайте начнём с предыстории, а именно, когда же я узнала, что в какой-то момент у девочек начинаются месячные и будут приходить каждый месяц, и нужно будет пользоваться прокладками. Меня мама не присаживала к себе и не рассказывала, в каком возрасте начинаются месячные, чем нужно пользоваться и вообще, как это всё происходит. У нас с ней были очень хорошие отношения, и сейчас у нас, в принципе, с ней хорошие отношения. Когда мне было лет 8-9, точнее, с этого возраста, с лет 9, когда у мамы начинались месячные, она меня просила подать ей прокладку. Или же сходить в магазин за прокладками. С этого возраста, в принципе, я уже и знала, что такое месячные. То есть своим отношением к этому, то, что у нас с мамы хорошие отношения, она, в принципе, мне об этом как-то и рассказала. То есть я сама об этом поняла. И я считаю, это достаточно правильное решение, потому что нужно рассказывать и углублять девочку на эту тему с раннего возраста, точнее, с возраста, когда могут начаться месячные, там, с лет 9-10, уже нужно об этом рассказывать, чтобы потом и в будущем девочка не испугалась, почему у неё кровь на нижнем белье, может быть, с ней что-то не то происходит. То есть это нужно, естественно, всё рассказывать. Ну а сейчас давайте обсудим тему, когда я начала ждать свой приход первых месячных. Недавно я вспомнила то, что в лет 11-12, несколько дней, то есть дня 4 это продлилось, я смотрела видео в ютубе, как ускорить приход первых месячных. То есть у меня такое было, но, к сожалению или же к счастью, я ничего не нашла в ютубе на эту тему. И что хочу сказать, то что ускорить приход первых месячных никак нельзя, у всех всё индивидуально, а если вам уже назначает врач-гинеколог какие-то гормональные препараты, это уже очень ответственный момент, и прям при очень больших проблемах его назначают. То есть когда вам уже лет 17, а у вас ещё нет месячных, то тогда да, конечно же назначают какой-то препарат, и нужно что-то с этим делать, потому что у девушки могут быть какие-то проблемы. Поэтому я закрыла эту тему и вообще забыла о том, что у меня когда-то могут начаться месячные. Да, потом в будущем, в лет 13, я тоже смотрела какие-то видео там на тему прокладок, начинала смотреть такие видео, но всё равно я не задумывалась о приходе своих первых месячных. Потом мне уже мои родственники, то есть моя там тётя, мама, начали спрашивать, нет ли у меня месячных, и вообще мне уже как бы 13-14 лет, а у меня ещё нет месячных, хотя у всех в таком возрасте начинаются месячные. И меня начали отводить к гинекологу, точнее не начали отводить, а отвели к гинекологу на УЗИ, посмотреть, что такое, со мной всё ли со мной в порядке, и вообще нужно проверяться. И это было правильное решение на мой счёт, потому что с 14 лет нужно хотя бы пойти на УЗИ гинекологу, проверить, все ли ваши органы в порядке, нормального ли размера и так далее. И в общем-то оказалось то, что у меня моя матка меньше, чем должна быть в моём возрасте. В данный момент у меня есть такая проблема, из-за этого у меня случаются задержки. А сейчас давайте приступим, собственно говоря, к самой истории моих первых месячных, где они у меня начались и как это всё произошло. Это было 12 марта в 2019 году. Мне на тот момент было 14,5 лет, и ещё не прошло даже 2 лет, как у меня начались мои первые месячные. Они у меня начались, кстати, в школе. Это, наверное, то место, где девчонки меньше всего хотят, чтобы у них начались первые месячные. И дело было во вторник. У меня немножечко болел живот, а точнее не низ живота, но и не прям середина живота. То есть немножечко тянуло, немножечко болело, но это было совершенно практически неощутимо. И, в принципе, не прям такая супер большая боль у меня была. Я это связывала с тем, что я что-то не то съела. И в тот день, во вторник, собственно, у нас была физкультура. После физкультуры, когда я пошла переодеваться, я увидела на своём нижнем белье какое-то пятно. Но, естественно, я не могла посмотреть при девчонках, своих одноклассницах, что у меня там на нижнем белье. Я переоделась, потом пошла уже в туалет, чтобы посмотреть, что у меня там творится. И я увидела большое количество коричневых выделений. Я сразу же поняла, что это мои месячные, и я очень даже обрадовалась. Досидела ещё два урока, и после того, как я вышла из школы, я сразу же хотела это рассказать своей маме. И когда я шла домой, я, собственно, маме позвонила, рассказала, она обрадовалась также, поздравила меня, и также я потом рассказала в этот же день своей тёте. Вот такая вот у меня была история. А потом уже мои вторые месячные начались через полгода. У меня, получается, мои первые месячные начались 12 марта, а вторые — 16 сентября. То есть прошло полгода между первыми и вторыми месячными. До сих пор мой цикл у меня не установился, и бывают задержки. У меня всего за все мои месячные, которые у меня были, было три больших задержки. Это между первыми и вторыми месячными полгода, потом у меня были более регулярные месячные, потом снова задержка 2 месяца, еще одна задержка 2 месяца, и потом регулярные месячные начались. Сейчас у меня снова задержка меньше месяца, не знаю, сколько она продлится, но это плохо, то, что у меня еще не установился цикл, поэтому если он у меня не установится до августа месяца, то, возможно, я буду принимать какой-то гормональный препарат. Также я решила показать свои первые прокладки, которые я использовала, и вообще до ведения канала я пользовалась только этими прокладками. Это Bella Perfecto Ultra Violet на 4 капельки с поверхностью сеточка, очень классные прокладки, все отлично впитывают, и вот так вот они выглядят. На этом моя история подошла к концу, также пишите в комментариях свою историю первых месячных, я думаю, другим девчонкам, да и мне, тоже будет интересно почитать и поговорить об этом в комментариях. Задавайте также вопросики, я буду на них, конечно же, отвечать. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok